Ручной чижик, серенький с желтым, летал по комнате, точно душа дома. Садился на цветы, щипал листья, качаясь на тоненькой ветке, трепеща крыльями. Испуганный осою, которая сердито жужжала, билось о стекло, влетал в клетку и пил воду, высоко задирая смешную носишко. Томилин бережно внес черного кота с зелеными глазами, посадил его на обширные колени женщины и спросил, не дат ли ему молока. Рано еще, сказала женщина, взглянув на часы. Через минуту Клим снова слышал, свободно мыслящий мир пойдет за мною. Вера — это преступление пред лицом мысли. Говоря, Томилин делал широкие, расталкивающие жесты. Голос его звучал властно, глаза сверкали строго. Клим наблюдал его с удивлением и завистью. Как быстро и резко изменяются люди. А он все еще играет унизительную роль человека, на которого все смотрят, как на ящик для мусора своих мнений. Когда он уходил, Томилин настойчиво сказал ему, вы приходите чаще. А женщина, пожав руку его теплыми пальцами, другой рукой, как будто сняла что-то с полы его тужурки и, спрятав за спину, сказала, широко улыбаясь, теперь они придут. Я на них котовинку посадила. На вопрос Клима, что такое котовинка, она объяснила. А это, видите ли, усик шерсти кошачьей. Коты очень привычны к дому, и есть в них сила людей привлекать. И если кто приятный дому человек котовинку на себе унесет, так его обязательно в этот дом потянет. Какая чепуха, думал Клим, идя по улице, но все-таки осматривая рукавату журки и брюки, где прилеплена на него котовинка. Как пошло, повторял он, смутно чувствуя необходимость убедить себя в том, что это благополучие именно пошло и только пошло. В сущности, Томилин проповедует упрощение, такое же, как материалисты, поражаемые им, думал Клима почти озлобленно старался найти что-нибудь общее между философом и черным зеленоглазным котом. «Коту следовало бы сожрать чижа», — усмехнулся он, — шумело в голове. «Кажется, я отравился этими железными пряниками». Дома он застал мать в оживленной беседе со спивак. Они сидели в столовой у окна, открытого в сад. Мать протянула Климу синий квадрат телеграммы, торопливо сказав, «Вот, дядя Яков скончался». Выкинув за окно папиросу, она добавила, «Так и умер, не выходя из тюрьмы. Ужасно». Потом она прибавила, «Это уже безжалостно со стороны властей. Видят, что человек умирает, а все-таки держат в тюрьме». Клим чувствовал, что мать говорит, насилуя себя и как бы смущаясь перед гостьей. Спивак смотрела на нее взглядом человека, который, сочувствуя, не считает уместным выразить свое сочувствие. Через несколько минут она ушла, а мать, проводив ее, сказала снисходительно, «Это спивак? Интересная женщина. И деловая, с нею просто. Квартиру она устроила очень мило, с большим вкусом». Клим, подумав, что она слишком быстро покончила с дядей Яковым и что это не очень прилично, спросил, «Похоронили его?» Мать удивленно ответила, «Но ведь в телеграмме сказано, тринадцатого скончался и вчера похоронен». Скосив глаза, рассматривая в зеркале прыщик около уха, она вздохнула, «Сейчас пойду напишу об этом Ивану Акимычу. Ты не знаешь, где он? В Гамбурге?» «Не знаю». «Ты давно писал ему?» С раздражением, источник которого был неясен для него, Клим заговорил. «Давно. Должен сознаться, что я редко пишу ему. Он отвечает мне поучениями, как надо жить, думать, веровать. Рекомендует книги вроде бездарного сочинения Пругавина о запросах народа и обязанностях интеллигенции. Его письма кажутся мне наивнейшей риторикой, совершенно несовместимой с торговлей дубовой клепкой. «Он хочет, чтоб я унаследовал те привычки думать, от которых сам он, вероятно, уже отказался». «Да», — сказала мать, припудривая прыщик, — «он всегда любил риторику. Больше всего риторику. Но почему ты сегодня такой нервный? И уши у тебя красные?» «Не здоровится», — сказал Клим. Вечером он лежал в постели с компрессом на голове, а доктор успокоительно говорил. «Что-нибудь гастрическое. Завтра увидим». В течение пяти недель доктор Любомудров не мог с достаточной ясностью определить болезнь пациента, а пациент не мог понять, физически болен он или его свалило с ног отвращение к жизни, к людям. Он не был мнительным, но иногда ему казалось, что в теле его работает острая кислота, нагревая мускулы, испаряя из них жизненную силу. Тяжелый туман наполнял голову, хотелось глубокого сна, но мучила бессонница и тихое злое кипение нервов. В памяти бессвязно возникали воспоминания о прожитом, знакомые лица, фразы. «Да был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было? Что вы озорничаете? Баба Богу — второй сорт!»